Дмитрий Фреско Алло, привет, дома. Приезжай. Через 20 минут. Слушай, как ты вовремя? Мороженое захвати. Давай, до встречи. Что, запись идет? Вот как раз на случай таких незапланированных гостей у меня всегда в холодильнике лежит слоеное тесто. Включаем духовку, 180 градусов. Тесто у нас пусть полежит, отогреется, чтобы не ломалось, когда будем его разворачивать. Масло и треть стакана сахара туда же. Здесь у нас будет готовиться карамель. Яблоко почистим. Вообще хочу сказать, что на такие вот случаи готовое тесто в холодильнике, ну незаменимая вещь. Из него можно приготовить сотни быстрых блюд. И ограничены мы только собственной фантазией. Разрежем пополам и удалим сердцевину. Карамель уже практически готова. Кладем яблоки и добавляем немного лимонного сока. Чем светлее расплавленный сахар, тем мягче вкус карамели. У темной появляется пикантная горчинка. Тут главное не приборщить. Тесто уже отогрелось. Ой, разделю его на 4 части. Нож должен быть хорошо наточен. И лучше не резать, а прокатывать. Я слегка перегрел тесто, поэтому тянется за ножом. Приходится его придерживать пальцами. Не повторяйте моих ошибок. Яблоки надо почаще переворачивать. Пусть они со всех сторон карамелизуются. Надо выбирать твердые сорта. Мягкие просто расползутся. И кислые для контраста с карамелью. Опять вернемся к тесту. Это у меня будет основа для одной порции, а это для второй. Отправим на просивень нашу основу. Яблоки готовы. Отключаем нагрев. Теперь займемся художественной резкой. Всегда со мной мой главный инструмент. Шефский нож. Вот смотрите, прохожу пунктиром первый ряд. Длина разреза примерно сантиметра 4, может быть 5. Расстояние между следующими разрезами сантиметр. Пройду по второму ряду. Разрезы должны идти в шахматном порядке. Напротив середины разреза первого ряда во втором должен быть мостик. Третий ряд повторяет первый. Плетем сетку-рабицу. А теперь то же самое. Я сделаю за пару секунд со вторым листом. Соберем все вместе. Сначала яблоки. Пол. Затем тесто. Вот тут придется покорячиться. Привыкли руки к топорам. Отправляем в духовку примерно 15 минут. Ориентируйтесь не на время, а на цвет. Зарумянилось? Значит готово. Карамель уже подостыла. Добавим жирных сливок и доведем до кондиции наш соус. На слабом огне все тщательно перемешаем. И как только загибет, сразу же снимаем с огня. Для украшения готового десерта я использую клубнику, мяту, карамельный соус, сахарную пудру. Ах да, я же еще мороженое жду. Если честно, я никогда не занимался украшением десерта. Мне кажется, это заметно. Но если вы хотите, к примеру, поразить возлюбленных, почему бы и нет? А если вы готовитесь с детьми, можете сочинить заново сказку морозка. Сидит ягодка краснодевица под мятой елочкой. А вы морозку и вода засыпаете снегом, снегом, снегом. Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красное? А вот и сугробы. Вот такой десерт. Всего за 20 минут. Хрустящее слоеное тесто. Карамельный соус. С легкой кислинкой. Пластмассовая зимняя клубника. Отлично оттеняет этот вкус. Вариант оформления такого десерта отличный способ проявить фантазию. Пока я корячился с художественной резкой, она, мне кажется, проснулась. А пробую и как-нибудь обязательно покажу. Вот и все на сегодня. Понравилось? Пальцы вверх. Подписывайтесь на такой замечательный канал. Рекомендуйте меня своим друзьям. По результатам опроса на странице ВКонтакте в следующий раз готовим пев строганов. Побольше вам сил, чтобы пережить эти праздники и дотянуть до начала рабочей недели. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова